Всем привет, уважаемые зрители и подписчики! С вами Крестоносец и сегодня продолжаем прохождение Готики. В предыдущей серии мы прибыли в болотный лагерь, поговорили уже с несколькими послушниками, пообщались с местным алхимиком Коргаломом и выяснили, где он хранит свой рецепт, который необходим нам по квесту из старого лагеря. Хранит он его в одном из двух сундуков, которые нам необходимо будет взломать. Ломать мы их будем ночью, чтобы было меньше любопытных глаз. Там у него помощник сейчас находится в хижине и возможности вскрытия эти замки у нас практически никакой нет. Ну а пока наступила ночь, будем общаться, изучать лагерь, узнавать информацию об этом поселении. Наводненным кучей сумасшедших верящих спящего и то, что он освободит их. Но вера вообще это сильная штука. Можно поверить во что угодно, если делать это искренне и всей душой. Тем более они здесь еще употребляют и курят некий болотник. Мне кажется, это психотропное вещество, которое вызывает развалюцинации, как аудиальные, так и визуальные. Местная кузница, по всей видимости. Пока меня не впутали. Как дела? С тех пор, как я стал одним из избранных защитников веры, я чувствую себя, как никогда раньше. Звучит занятно. Ты неверующий. Тебе не понять. Не сомневаюсь. Мне хотелось бы заглянуть в храм спящего. И думать забудь об этом. Неверующий в храме. Пока ты не посвятишь себя службе спящему, ты не сможешь переступить порог этого места. Кто здесь командует? Наши гуру и избранные спящего. Спящий определяет нашу судьбу, и гуру служит ему пророками. Они, по всей видимости, больше всех курят этой травы, поэтому у них самое сильное видение. Я хочу стать стражем, как и ты. А знаешь ли ты, от чего мне пришлось отказаться, прежде чем я смог стать на страже покоя избранных спящим? Не думай, что сможешь так вот запросто попасть на это место и получить подобающий почет и уважение. Прежде чем говорить об этом, ты должен узнать немного об учении спящего. Это займет некоторое время и, возможно, приведет тебя в чувства. Так, ну Коргалум я знаю где, поэтому смысл спрашивать одно и то же не вижу. Спасибо за информацию, стражник. Точнее, не стражник, а страж. Привет. Я здесь новенький, и мне нужно, чтобы кто-нибудь рассказал мне о лагере. Ты выбрал не самое удачное время. Стражи готовятся к бою, и мы работаем день и ночь. У меня нет времени на болтовню, так что не отвлекай меня, если, конечно, ты не хочешь что-нибудь купить. Покажи, что у тебя есть. Другое дело. Вот здесь все, что есть у меня сегодня. Так, ну у него здесь, я вижу, сталь раскаленная. Раскаленный клинок, обработанная сталь, необработанная сталь. Оружие у него хуже, чем у нас. Но вот есть простые мечи, которые, в принципе, у нас уже в наличии имеются. У него есть труда, и мы можем продать ему определенные вещи. Но мечи ковать я здесь не буду, потому что деньги мне на данный момент не нужны. Погода испортилась, пошел дождь, волокло туманом. Ну, оно и понятно, болото. Дожди здесь частые явления. Как дела? Я на небесах, приятель. А, все с тобой понятно. Видать, сегодня была двойная доза болотника, поэтому ты уже улетел с этой бренной планеты. И где-то там, вместе со спящим, боришь в облаках. Расскажи мне что-нибудь об этом месте. Здесь есть такой фортуна. Он бесплатно дает болотник всем последователям секты. Ты найдешь его под лабораторией Коргалома. Сейчас мы к нему сходим. Я тоже хочу курнуть этого снадобья. Кто здесь главный? Юберион. Хвала спящему. Он привел нас в это славное место. Все это было создано по его воле. Как мне присоединиться к этому лагерю? Это очень просто. Иди, друг. Поговори с гуру. А не наставить тебя на путь истинный. Да, они промоют мне мозги. После чего я стану таким же, как и вы, да? Спасибо, не надо. Хорошие доспехи у стражей. Но их учения мне совершенно не нравятся. Вообще не люблю какие-то психотропные вещества, которые помутняют разум. И ты теряешь контроль над собой. Это очень опасно. В некоторых моментах в жизни можно болтать лишнего. Скажем, пьяный человек. Ну, поговорка весь давно говорит, что трезво на уме пьяного на языке. У наркомана тем более. И ты потом даже можешь не вспомнить, кому ты наболтал и что. Если человек был более трезв, чем ты, всю эту информацию он может использовать против тебя со временем. Запомнить и припомнить в самый неподходящий момент. Вот он. Фортуно. Привет. Какой подарок? Здесь три сигареты с болотником. Северный, темный. Сильная вещь. Ты сможешь брать у меня болотник каждый день. Но если захочешь получить больше обычной дневной порции, придется заплатить. Если на дороге между лагерями тебе попадутся какие-нибудь травы или ягоды, приноси их сюда. Я заплачу. Давай меняться. Давай меняться. Что тебе от меня нужно? Или ты хочешь мне что-то продать? У него есть труда. В принципе, если... Подходить к делу основательно, продать ему, допустим, ну вот, крылья и блюдо. Все это дело стоит 66 кусков руды. Давайте отсчитаем. И обмениваем. 66 кусков тоже. Лишними не будут. Дал нам болотника. Подойди поближе. Здесь каждый новичок получает от меня подарок. Так, я уж его получил. Ты что так опомнился-то? Поздно. Начинает, кстати, смеркаться. 19.06. Через час будет темно. Но пойдем мы грабить... Точнее, красть у Коргалома уже поздно ночи. Где-то около 12 ночи. Кстати, вы в курсе, ребята и девчата, чем отличается кража, грабеж и разбой? Это ведь разное понятие. Я сейчас оговорился, я оговорился не случайно. Подумайте, чем отличается кража от грабежа? Очень интересный вопрос. Многие, наверное, не знают. Подумали? Погуглили уже. Кто-то успел, возможно, остановить видео. А кто-то знает. Кража — это тайное хищение чужого имущества. Если вкратце, грабеж — это открытое хищение чужого имущества. То есть, когда человек видит, что вы его грабите, что вы у него воруете. Ну, а разбой — это, соответственно, открытое хищение чужого имущества с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. То есть, тот же грабеж, только уже с оружием, а не с голыми руками. Ты не похож на тех рабов, что покорились воле баронов. Ты больше похож на Искателя. Искателя — истинные веры. Разве не ощущаешь ты внутри бушующее пламя, то, что не дает тебе спать по ночам? Вижу, тебя терзают сомнения. Есть ли правда в том, что пытаются навязать тебе прислужники баронов, и ты знаешь, откуда берутся эти сомнения? Они все лгут! Ложь — это дает власть над теми, кто слаб духом. Но твой дух намного сильнее этой лжи. Разве ты не ощущаешь стремление к свободе? Ежесекундно, ежечасно. Разве не чувствуешь ты, как день ото дня оно становится все сильнее? Как направляет оно твой дух? Освободи его! Знаешь, что ты делаешь, когда пытаешься подавить его? Ты отвергаешь собственную душу. Отвергаешь себя. Не позволяй страху властвовать над твоей жизнью. Освободи себя. Ты должен понять, спящий пробудется. Он освободит тебя и сметет всех язычников неверных. Как пыль, смытая дождем, исчезнут они из этого мира. Они будут рыдать и горько раскаиваться во всем, но будет уже слишком поздно. Они заплатят цену. Заплатят своей кровью и своими жизнями. Блестящая речь. Блестящий монолог. Кроме последних нескольких предложений, касаемых спящим. Эй, ты заговорил со мной. Не значит ли это, что теперь и я могу обратиться к тебе? Ты постигаешь наши правила. Это похвально. Я ощущаю в тебе великую духовную силу. Скоро ты будешь допущен в круг избранных. Я заговорил с тобой, дабы дать тебе шанс проявить себя. Нравится мне их философия только в принципе, ну, относительно свободы и равенства. Но вот этот тот спящий портит все впечатление о данном лагере. Так-то, по сути, они были бы неплохими свободными философами, мыслителями. Но они еще к тому же и безумные фанатики Курящий Болотник. К ним можно было присоединиться бы, если бы не спящий. Данную глупость, по крайней мере, я простить им не могу. И поэтому мое решение незыблемо и неизменно. Пока на данный момент я собираюсь присоединиться именно к старому лагерю. Как я могу доказать свою преданность? Больше всего мы нуждаемся в новых душах, постигших истину и вступивших в круг братства. Если ты убедишь одного из неверных присоединиться к нашему лагерю, этим ты докажешь свое стремление служить братству. Я даже знаю, где его найти. В старом лагере был рудокоп, который хотел уйти из него. Но, насколько я помню, он говорил, что не сделает этого, пока не узнает, что случилось с его другом Мелвином, ушедшим в болотный лагерь. Он где-то здесь, и нам необходимо его найти и расспросить, как ему здесь живется и вообще стоит ли его другу из старого лагеря. Не помню, как его имя. Собственно говоря, присоединиться к болотным братьям. Где мне найти такого человека? Лучше всего для этого подходит старый лагерь. Люди там устали от страха и лжи. Души их жаждут просветления и поддержки. Я думаю, что в новом лагере ты едва ли добьешься успеха. Там живут настоящие варвары. Ну да, именно про старый лагерь я и говорил. Почему вам так нужны новые люди? Нашему мастеру было видение. С ним говорил спящий. У всемогущего есть для нас важное сообщение. Но он еще не вошел в полную силу. Вот почему ему нужна наша помощь для того, чтобы говорить с нами. Все мы готовимся к великой церемонии. И чем больше людей примет в ней участие, тем больше наши шансы на успех. Если ты хочешь узнать больше, иди на площадь перед холмом. Но не отвлекай мастера от его размышлений. Спасибо за информацию. Как тебя зовут? Идол. Там... Тандрал. Ну, имена у них. Чтобы войти в контакт со спящим, просто мастеру нужно съесть пару килограмм болотника. И тогда они точно сольются в одно единое целое. Он отбросит ласты. И увидит спящего, и пробудившегося, и кого он только не увидит, попав в иной мир. Смотрите, какие интересные у них здесь факелы. То есть здесь у них не огонь, а вставлены магические кристаллы, и светит таким приятным, голубоватым светом. Вообще, вот ночью графика здесь, в болотном лагере, очень приличная. Даже по нынешним меркам. Ну, видно, конечно, что главный герой угловатый, но... Тем не менее, очень атмосферно все смотрится. Вот проблема в том, что я только ничего не вижу. Я хотел здесь поизучать лагерь, но в таких потемках это будет сложно сделать. Учитывая, что я не знаю его абсолютно расположение ключевых персонажей. Надо факел зажечь. Будет хотя бы светить нам вблизи. Ты кто такой? Чем ты занимаешься? Я слежу за тем, чтобы болотажеры не подобрались к лагерю. На твоем месте я бы держался подальше от этих тварей. Против них у тебя нет ни единого шанса. Знаешь, мне нельзя отвлекаться. Болотажеры? Где они? Я так думаю, что где-то в этой темной воде или на другом берегу мы встретимся с одним из этих болотажеров. Ну, раз он нас предупреждал, лучше не связываться. Вообще, я со всякими разными тварями пока что не хочу иметь никаких контактов. Нам явно не сюда. Сколько время? 21.03. Но еще рано идти к оргалому. Будем бегать по лагерю и искать, с кем еще можно поговорить. Дело в том, что еще многие персонажи сейчас ушли спать. Они ведь здесь как в детском саду спать ложатся очень-очень рано. Куда ведет эта лестница? Это точно не моя проблема. Знаете, чем мне напоминает планировка вообще этого лагеря? В Жюльверне есть книга «Воздушная деревня». Там описывалась жизнь, скажем так, туземцев. Вот здесь вот очень похожи дома на деревьях. Лестниц, только лян не хватает. Больше это... Так, ребята, вы кто такие? Обычные послушники. В принципе, мы можем заночевать в любой из этих, так понимаю, хижин. Что-то не то в этой истории. Дождаться до полуночи, пойти ограбить. Точнее, украсть у коргалома. Это рецепт, попытаться взломать сундуки. Держи это при себе. Людям не обязательно... Были времена, когда все было... Смотрите, как красиво. Людям не обязательно знать об этом. Ночью включился, активировался вот этот вот магический купол. По всей видимости, кто-то пытался через него пройти. Я не хочу... Очередная жертва погибла в этих энергетических сплохах. Смотрится, как северное сияние практически в Скайриме. Там оно было разноцветное, а здесь, видите, такое голубоватое отцвета. Голубоватое синий-белое. Я думаю, что выяснили еще очень давно. Красиво. Очень красиво. Я сомневаюсь, что это... В Скайриме я мог просто 10 минут стоять где-то на холме, в горах и под мелодичную, ослабляющую музыку. Смотреть на вот эти всплохи. Успокаивает нервы и навевает размышления. Не знаю, где мы находимся сейчас. Вообще не пойму. Кто-то такой. Он стоит, курит, болотник, и ему пока не до нас. Каин. Как добыть рецепт эликсира Коргалома? Никак. Он хранит его в запертом сундуке и не отдаст никому ни за какие деньги. Так мы это и так знаем. Ты вообще кто такой? Привет. Я здесь новенький. Я... Я... Я Каин. Ученик Коргалома. Ты ведь слышал о нем, да? Ну да, раз я у тебя спрашивал только что, можно ли у него украсть рецепт. Если ты теперь ему стуканешь по этому поводу, у нас будут проблемы. Я тебя убить-то не могу, потому что, скорее всего, ты более прокачанный, чем я. Вот. В то же время я надеюсь на то, что это останется между нами. Ага. Тогда ты знаешь, что он второй человек в этом лагере. П-после Юбериана. П-после Юбериана. П-после Юбериана. П-после Юбериана. Да. А ты чем занимаешься? Я... 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 Я помогаю ему готовить снадобья. В основном болотник и слюна ползунов. Слюна нужна больше всего. Как добывается слюна ползунов? Ползунов ты можешь найти в старой шахте. Но нужно еще знать, как добывается слюна. Если ты и в самом деле хочешь поохотиться на этих тварей, поговори лучше со стражами, кто поопытнее. С гор над раком, например. Он ходит между старой шахтой и... И лагерем каждый день. А по утрам ты можешь застать его в лаборатории. Хорошо. Пока я на них охотиться не собираюсь, поэтому это не насущная проблема для нас. Что еще ты можешь рассказать о своем господине? Он... Он не такой, как... Как все гуру. К нему может обратиться любой, но... Но никому не позволено попусту тратить его драгоценное время. Ладно. Время. 22.13. Там, я так понимаю, у них находится храм. Если мы сейчас спустимся и сходим... На разведку будет интересно. Ну, либо вариант номер два попытаться... Выкрасть прямо сейчас. Но Каин... Каин еще не спит. Он продолжает здесь свои опыты. А пока он тут... Вы понимаете, ничего у нас не получится. Ладно. Зайдем, значит, чуть позже. Спускаемся. Я больше не слушаю всякую приподню. Люди всегда могут оказаться на его месте. Держи это при себе. Люди таки-то знать об этом. Я не хочу в это ввязываться. Ну что, вот он и храм, в который нас не пустят. Пока мы не примкнем к братству. А мы к нему не примкнем, я так понимаю. Делать нам здесь просто нечего. Послушники, очередной гуру, идол, Теон. Привет, я здесь новенький. Понятно. В общем, для тех, кто не в курсе, говорить они с нами могут либо сами, либо если они беседы первыми не начинают, чтобы мы им не говорили, чтобы не предлагали, они будут ухать, ахать, вздыхать и всячески нас игнорировать. Да прибудет с тобой спящий. Все в порядке, приятель? Я не хочу. В ощущении, что он только что с просони, не поймет, где он находится, что вообще я от него хочу. Ну вот видите, примерно, как посвящаются у них новые члены братства, стоят перед ним и молятся, как перед богом. Такого же нам не надо, такая свобода нам не нужна. Это опять же определенная кабала и рабство своеобразное. И только господами здесь являются не бароны, а вот эти вот идолы и уроки. Хватит курить свою дурь, поговори со мной. Ты не должен верить всему. Что-то вообще не говорили. Ну ладно. Стой! Ты можешь вступить на земли храма только с разрешения одного из гуру. Ясно. Я хотел просто удостовериться в этом. Ну что, 23.04. Я надеюсь, что ученик Кургалом ушел все-таки. спать в свою опочивальню. Еще одна попытка. Нам бы хотя бы добраться до этого сундука. А уж сломать-то, я думаю, мы его сможем. Четырьмя отмычками, по крайней мере. Так, нам наверх. Низги не видать, даже с факелом. Довольно хреновская видимость. Ну так и должно быть по сути, потому что, ну, ночь есть ночь. В реальности, в лесу вы ничего не увидите без огня. Без луны. Да, он ушел. Теперь Кургалом здесь один. Сохраняться, не сохраняться. Да какой смысл? В принципе, если он нас запалит, ну, давайте, схоронимся. Нас убьют, мы с этого места переиграем. Потому что я не занимаюсь переигрыванием, если, допустим, сейчас я все отмычки сломаю. Пойдем, значит, в старый лагерь покупать новый. Здесь я не знаю, у кого их можно приобрести. Переигрывать, естественно, перезагружаться не будем. Прохожу я игру в реальном времени. Если только убьют, тогда переиграем. Какой из сундуков, интересно? Правый, левый. Давайте начнем с левого. Мне сказали в комментариях, что он не заметит взлом. Я надеюсь, что оно так и есть. Если заметит, нам хана. Право, лево. Лево, право. Право. Нормально прошло. Еще раз нормально прошло. Третий раз, не знаю, стоит, не стоит. Давайте влево попробуем. Лево. Облом. Это было бы слишком легко, но зато я знаю теперь следующую комбинацию. Право, право. Лево. Право. Отлично. Вот, в принципе, мы и открыли. Забрал я рецепт. Во втором сундуке что у нас посмотрим? Отмычка сломалась. И еще раз сломалась. Причем она сломалась вправо и влево. Это значит, что у нее не хватает просто-напросто скилла, чтобы его открыть. Две отмычки потратили просто так. Одна у нас остается. Где этот рецепт? Рецепт целебного эликсира. Я его не вижу здесь. Может быть, просто мы не понимаем те письмена, которые там нанесены. Ну ладно, мы его сперли, это уже хорошо. Теперь можем переночевать в любой из хижин свободных. Найдем сейчас их у туземцев, переночуем. В этом лагере меня еще задерживает один человек. Это Мелвин, которого надо найти, чтобы потом можно было поговорить с его другом в старом лагере. Но в таких по тьмах я ничего не найду, не зная планировки. Это бесполезно. Мне нужна пустая хижина. Всего лишь пустая хижина. Я думал, это выяснили. Потому что до утра еще очень долго не бегать здесь с факелом. Мне очень-то весело. ой, он у нас потух. Ребята, у нас факел выдохся. А здесь горит на земле. Ну ладно, мы нашли кровать. Ложимся. Ну, это не кровать, импровизированная циновка на полу. Из палок и какой-то материи. Эй, ты! Мужик, а где ты спал? Правильное решение. Мы спали на его кровати, а он непонятно даже, где был. Привет. Привет, я здесь новенький. Только что с нами говорил, выгонял нас из своей хижины и теперь замычал. Да прибудет с тобой спящий. Твоя моя не понимать. Все в порядке, приятель? Ясно. В общем, придурает. Только что с нами разговаривал и теперь вдруг замычал. Ну что ж, дом Коргалома там. Здесь я вообще не знаю, что у нас тут может быть такое. Где же искать этого Мелвина? Ну, он где-то в лагере, но, блин, планировка сам ведь какая. черт ногу сломит. Там уже у них начинается храм. Бегаем, исследуем. По-моему, здесь планировка гораздо сложнее, чем в старом лагере. Ну, есть какой-то определенный все-таки шарм в том, что вот мы и видим. что-то пока меня нет. Какая-то дикая романтика. Слушайте, а там я видел, что-то такое было. Были времена, а у которых людей ничего не учат. Ну, у них тут площадка для обучения рекрутов. Больше этого не случится. Раз уж мы изучаем лагерь, давайте поговорим. Ты можешь чему-нибудь научить меня? Убирайся с глаз, неверный. Я учу только стражей великого спящего. Зарубить бы тебя за это, но твои доспехи и здоровенный меч внушают как бы опасения и уважения одновременно. Ты будешь учить меня? Ты хочешь стать хорошим воином и потому ищешь себе наставника. Похвально, но я не тот, кто тебе нужен. Я занимаюсь лишь с теми, кто принадлежит к священному кругу стражей. Как стать стражем? Прежде всего, ты должен стать послушником и доказать, что ты действительно веришь в спящего. Потом возвращайся ко мне и я буду учить тебя. значит, нам не по пути с тобой, парень, потому что в спящего я не верю. При всем к нему уважении. О чем вычищаем? Высоко ли тут? Да нет, можно спрыгнуть. Совсем я запутался. Каждый раз одна и даже из десяти. Если ты думаешь, не хотел бы я оказаться на его месте. Люди все люди всегда болтают. Привет, я здесь новенький. О-о-о-о-о-о. По-моему, мы с тобой уже общались. Значит, опять мучащий товарищ. И нам бы нужно выйти к началу лагеря, оттуда начать свои поиски, потому что вот так я сориентироваться здесь не могу Вообще не поймешь, здесь мы тоже были Этот мужик нам хороший монолог такой выдал Соответственно, вот Кургалом находится справа Да Здесь же находится вход в лагерь, близко Должен следить за тем, что говоришь людям Я сомневаюсь Некоторых людей Люди всегда обалданы Я не хочу в этом ввязать Так, здесь мы по-моему не были О, кого мы нашли? Вот он сидит Родимый Мелвин Твою дивизию Привет, ты ведь из этого лагеря, да? Теперь уже да Я ушел из старого лагеря еще неделю назад У меня там остался приятель Дасти Я предложил ему пойти вместе Но он решил подождать Зовут его Дасти Теперь это будет новая душа для лагеря То есть им нужны рекруты И Дасти теперь, узная, что с Мелвином все хорошо Ему здесь нравится тоже присоединиться к болотному братству И станет таким же чудиком, как и они Я знаю, Дасти Разговаривал с ним совсем недавно Если увидишь его снова Скажи, что оставаться там глупо Здесь в десять раз лучше, чем в старом лагере Где над тобой измываются Эти болваны-стражники Я передам ему, если увижу Отлично Чем ты занимаешься? Я несу ученикам слово спящего Я сам пока еще учусь Но скоро я буду идолом Одним из гуру Я даже говорил Самим Юберианом Он избранный Он сказал мне, что если я буду много трудиться Я вскоре сам стану господином Но я не тороплюсь с этим Господином я могу стать в любой момент Понимаешь? А пока мне нравится то дело, которым я занимаюсь Сейчас Чем ты занимаешься? Вместе с моими друзьями я испытываю новые эликсиры Которые Коргалом создает в своей лаборатории Раз в несколько дней Его помощник выдает нам новые образцы И мы испытываем их Эта трава раскрывает твое сознание Приняв правильную дозу Ты можешь говорить Со спящим Ясное дело Любой наркоман, который принимает дозу Сильнодействующего наркотика Или психотропного вещества Может говорить с кем угодно Даже с зелеными человечками Которых он видит вокруг себя И ты когда-нибудь говорил со спящим? Нет Еще нет И все потому, что нам не хватает этого снадобья Коргалома интересует только результат А мое мнение, как мне кажется, его не занимает вовсе Если состав оказывает должное действие Он сразу передает его гуру Но скоро я и сам стану гуру И тогда, расширив сознание до предела Я тоже смогу услышать голос спящего Ну, удачи тебе в этом Попольше полотничка, пару тазиков Можешь даже искупаться в нем Парами подышать И увидишь своего повелителя Я хотел бы присоединиться к вашему лагерю Ты мог бы мне помочь? Ты хочешь присоединиться к нам? Хорошо Постой-ка Да, думаю, что я смогу тебе помочь Я пока что не гуру Но обладаю определенным влиянием в братстве Сделай мне одолжение Ты ведь уже говорил с фортуны? Тогда ты должен был получить свою дневную дозу Если ты отдашь ее мне, я постараюсь тебе помочь Я подумаю об этом Да, в принципе, я не хочу Как бы вступать в контакт со спящим Или бодрствующим Поэтому отдам-ка я ему эту наркоту Пускай он, может быть, двойную дозу курнет И станет сразу гуру Болотник у меня Можешь забирать Хорошо Ты, должно быть, заметил, что никто из гуру не хочет с тобой разговаривать Чтобы добиться своего, нужно произвести на них впечатление Я расскажу тебе, как это сделать Вот это уже интересней Как произвести впечатление на гуру? Идол Кадар наставляет учеников в магии спящего Если хочешь, чтобы он обратил на тебя внимание Используй магию Только не вздумай опробовать на нем кулак ветра Погрузи кого-нибудь из учеников в сон Или сделай еще что-нибудь вроде этого Сложнее всего будет с идолом-намибом Это тот тип у главных ворот Думаю, здесь тебе сможет помочь Лестер Поговори с ним, когда его господина не будет поблизости Зато с остальными, гуру, проблем быть не должно Просто постарайся быть полезным Благодарю за совет Эй, сделка есть сделка Пока меня ни в путь Больше этого не случится Как научиться магии спящего? Идол Кадар продает руны и магические свитки Правда, если он не желает с тобой разговаривать Толка от этого немного Возможно, тебе сможет помочь другой гуру Великолепно То есть, мне нужно при нем использовать магию Которой он не хочет меня обучать И не хочет продавать мне свитки Замкнутый порочный круг Ладно, сюда я вступать пока не собираюсь Я в этот лагерь еще вернусь для того, чтобы сдать квест О новообращенном Которого приведу Которого приведу я из старого лагеря Ну и плюс мне нужно сдать обязательно квест Относительно рецепта Больше нам здесь делать нечего А вот Идол Намиб Тоже неразговорчивый тип После того, как мы сдадим квест в старом лагере В шахт мы опять не пойдем Я думаю, что стоит прогуляться до нового лагеря Посмотреть, что там есть интересного Набрать квестов там Ну и набирать опыта Опыта, опыта еще раз Опыта, что нам пригодится В дальнейших наших странствах Путь будет не близким Но большинство тварей мертво Остальных, кого встретим, обойдем Сражаться не будем с кем-то крупным Особенно, если их будет несколько штук Ну на этом серию предлагаю закончить Интересно, мы тут поговорили Пообщались с этими чудиками в болотном лагере Было познавательно Для меня, по крайней мере, и увлекательно Если серия вам понравилась Не забывайте ставить лайк Подписывайтесь на канал Если еще не подписаны И оставляйте под видео Свои конструктивные комментарии На этом все С вами был Крестоносец Всем удачи И до новых встреч Пока Пока